Покупая в первый раз тур в Испанию, многие туристы-новички бывают озадачены куда же все-таки ехать к морю в Испанию. Чаще всего им предлагаются недорогие туры на побережье Коста-Браво. Давайте посмотрим, какие именно курорты расположены в Коста-Браво и какие есть особенности отдыха в Коста-Браво. Коста-Браво означает дикий, скалистый берег и вообще-то географически, побережьем Коста-Браво считается часть Средиземноморского побережья на северо-востоке Испании от Бланиса и до самой границы с Францией, а от Барселоны до Бланиса побережье называется Коста-Дель-Моресме. Однако туристические агентства негласно давно уже причислили Коста-Браво и более южные, и менее дико скалистые улыбка, курорты, такие как Калелия, Пенеда-де-Мар, Мальград-де-Мар и Дере. Что ж не будем ломать традиции и включим их в обзор. Карта Коста-Браво, Калела, Калелья, территория рационального отдыха. Туристы выбирают Калелью за разумное сочетание цены и качества отдыха. Днем вся туристическая публика запрограммирована, но с удовольствием придается типовому пляжно-бассейновому отдыху, а вечера проводят в местных шоппингах, дискотеках, барах и прибрежных кафешках. Любителям городских прогулок будет интересен парк на горе и посещение местной церкви Девы Марии. Не знаю, считать ли достопримечательностью нудистский пляжик в самой южной оконечности Калелы. Улыбка, активно-пенсионерский отдых в Санто-Сусане. Санто-Сусана очень туристическое место, несколько километров вдоль побережья буквально представляют собой выставку достижений туристического хозяйства отели, кафе, шоппинги и бары, опять чередуются с отелями и дискотеками. Тесновато, зато все под рукой. Сейчас читают, Дения в Испании, отличный курорт для отдыха на море. Отзывы, фото пляжи в Санто-Сусане неплохие, но не более. Высокий сезон город наводнен разнобюджетными европенсионерами и европодростками. Линия железной дороги проходит прямо через городок, соединяя Санто-Сусану с соседними приморскими городками, в том числе и с Барселоной. Удобно, но внешний вид городка от этого не выигрывает. Малград-де-Мар познавательный отдых. Малград-де-Мар не такой туристический город, как ближайший Санто-Сусана или Калелия, но и не такой живописный как Тоса-де-Мар. Зато в Малграде много недорогих отелей, и часто туры в Мальград-де-Мар стоят совсем недорого, в отличие от других курортов Коста-Браво. Городок уютный, есть небольшой парк, вечерами приятно пройтись по центральным улицам города, посмотреть на местную жизнь. Главное, за что выбирают Малград это вполне приличный пляж, не галька, и близость к Барселоне и Жироне. В городе есть железная дорога, откуда ходят прямые электрички в Барселону, а в Жирону можно добраться на поезде с одной пересадкой в Массанет-Массанес. А можно уехать не только в Жирону, но и в фигий раз, посмотреть музей Дали или Кадакес. Мальград понравится тем, кто любит размеренный отдых и помимо пляжа и моря хочет посмотреть Испанию. Отдых в Блонес. Соседний с Ларетом городок Блонес выглядит более подходящим для отдыха. В Блонесе и рядом есть отличные песчаные пляжи, хорошая набережная с причалом для яхт. Сам город более спокойный и колоритный, располагающий к прогулкам. Рядом на горе несколько красивых достопримечательностей, ботанический сад Маримуртра, смотровая площадка у замка Святого Иоанна. Сейчас читают, город Пенискола, курорт, где лучше отдыхать в Испании на море кроме всего Блонес удобен для самостоятельных поездок по Испании, в городе есть ЖД и автовокзал. В соседние приморские городки регулярно ходят рейсовые катера. Отдых в Лорет-де-Мар. Лорет-де-Мар наиболее туристический пляж во всей Каталонии. Для пляжного отдыха тут есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что здесь отличные, но узкие, песчаные пляжи, огромный выбор недорогих и достаточно приятных отелей и пансионатов, множество развлечений и экскурсий, развитая туристическая инфраструктура. Минусы отдыха в Лорет-де-Мар – высокая плотность туристов на квадратный метр, невысокое качество отдыха, несмолкаемый молодежный шум и гомон. Сам Лорет не впечатляет, дух Испании тут почти не ощущается. Отдых в Тосо-де-Мар. Тосо-де-Мар, пожалуй, самое живописное место для отдыха на побережье Коста-Браво в Испании. По сравнению с Лоретом туры в Тосо стоят ощутимо дороже, однако отдых в этих местах того заслуживает. Красота природы, очарование испанской старины, удобство и комфорт прибрежных отелей – все это является непременными атрибутами отдыха в Тосо-де-Мар. Плая-де-Ара – восходящая звезда Коста-Браво. Испанский курорт Плая-де-Ара – Плоджадаро – становится все более востребованным направлением отдыха в Каталонии. И неудивительно, очень быстро рыбацкая деревушка превратилась в живописный туристический центр. Сейчас читают, Испания, праздник гигантов Валате в Плая-де-Ара и его окрестностях есть все, что нужно для отличного пляжно-спортивного и экскурсионного туризма – чистейшее лазурное море, двухкилометровая полоса пляжей и прекрасные маршруты для треккинга, городские развлечения и колоритные памятники старины. Единственная проблема в Плая-де-Ара туристам неудобно самостоятельно добираться до Барселоны. Спокойный отдых в Розесе. Курортный городок Розес практически неизвестен для российской туриндустрии. Это тихая и солнечная обитель для состоятельных европенсионеров и любителей оседлого многомесячного отдыха на море. Хотите на отдых в Розес? Езжайте туда самостоятельно, тем более, что снять квартиру или виллу в Испании очень просто. Фанаты Сальвадора Дали оценят тот факт, что Розес расположен рядом с Фигейрасом и Кадакесом, до них запросто можно съездить на автобусе в Музее Сальвадора Дали в Фигейрасе. Богемный отдых в Кадакесе. Кадакес сумел ловко уклониться от массового туристического конвейера и сберечь свою самобытность. Однако, это не значит, что там нельзя отдыхать. Просто сам формат пребывания в Кадакесе далек от типовой туристической суеты. В Кадакесе нужно просто пожить какое-то время, наслаждаясь богемной атмосферой спокойствия, красоты и достатка. Кстати, пляж в Кадакесе галечный. Красиво, но по туристическим стандартам не круто. Где еще хорошо отдыхать в Коста Браво?